Хей, гайз! Всем привет, добро пожаловать на канал Лас на связи, как всегда, как обычно, и сегодня мы с вами находимся в Вальгале. Это, в общем-то, игра, про которую я вам совсем недавно говорил на стриме, и вы у меня спрашивали, а когда же эта игра будет? Когда же эта игра выйдет именно на моём канале? Я, правда, не говорил вам, как она называется, но тем не менее. Вышла она несколько дней назад, но разработчики дали ключик мне только, в общем-то, сегодня, и я сразу же взялся за запись этого ролика и за запись этой игры. Скажу вам по секрету, за спойлерю, я пытаюсь записать её второй раз, первый раз она у меня зависла. Сейчас она находится, в общем-то, в пребете, то есть эту игру я вообще добавил к себе в список желаемого, я недавно посмотрел в 2018 году ровно, причём два года назад, также примерно в этих же числах октября. И, в общем-то, сейчас её выложили в Steam, она стоит где-то 460, по-моему, 5 рублей, если я не ошибаюсь, и, как мы видим, здесь написано «Пре-бета-тест». Я даже переместился немножко на другой формат записи для того, чтобы у вас было, скажем так, более полное представление о данной игре, потому что, когда я использую запись именно на основном ПК, выглядит немножечко не так. Ну, ладно, это всё лирика. На данный момент мне очень нравится музыка в главном меню. Прям очень атмосферная музыка такой эпохи викингов, наверное. Кстати, как вы поняли, это игра именно про викингов. В этой стилистике у нас есть даже Мьёльни, Рудар, Тора, там, Молот Тора и так далее. Сейчас мы с вами посмотрим, в общем-то, что эта игра из себя представляет. Здесь ещё нет русского языка, и мне нравится вот оформление, как сделано в главном меню, очень красиво. Мне нравятся скриншоты, мне нравятся трейлеры. Как будет выглядеть сама игра, никто пока не знает. Первое зависание мне, конечно, не очень понравилось. Здесь ещё даже видно то, что по менюшке, в принципе, всё ещё такое, знаете. Здесь даже вот переключатель не видно, где включено, где выключено. То есть, пока ещё эта игра реально находится в таком полу, как бы, рабочем, в общем-то, состоянии. Поэтому здесь всё-таки нужно тоже, наверное, определённую скидочку сделать. Я хочу, знаете что, чуть-чуть снизить графику, потому что... Потому что... В общем-то, сейчас, когда я заходил в фан вот этот баттл, я говорю ещё раз, она у меня подлагнула и зависла вообще нафиг. Есть три режима. Три режима. Это фан баттл, это есть хаб и есть wild... wild mjolnir. Я так понимаю, не знаю, что это такое. Weapon test. То есть, ты здесь, наверное, можешь потестировать различное оружие. Давайте ещё раз попробуем зайти в фан баттл и, в общем-то, начать наш путь. Здесь нам говорят, что мы, я так понимаю, работаем над массивными физическими боями. Дальше здесь это экспериментальная, как бы, катка, сессия, чтобы вы могли просто пофаниться. Используйте slow motion на среднюю кнопку мыши и так далее. Сейчас я делаю это уже, говорю, во второй раз заход. Не знаю, что уж у нас тут будет. Опа-на. Так, погнали. Так, а интересно здесь вот это вот размытие бы убрать бы как-то. Ну, по фпсу, да, я вот чуть графику убрал. По фпсу стало всё более стабильно, потому что вначале было вообще 40 фпс. Но я пробовал записывать именно на основном пк, поэтому, может быть, это тоже минус. Вот, сейчас я от этих чубриков убежал. И у меня, как бы, стало фпса побольше. Вот, мы можем здесь играть как от первого, так и от третьего лица. У нас вот он есть, этот мьёльнир. Только бьёт он им очень медленно, кстати говоря. Так, а это я его убрал, да? А что? Опа, у меня ещё топор есть. Ну-ка. Хуа. Хуа. Так, ну мне пока страшно идти на челиков. О, могу в кулачный бой. Иди, нифига, он слева, справа, справа, слева. Ну, то есть, пока, видите, здесь и сам персонаж бегает по физике, достаточно по анимациям странновато. Но вот, в принципе, графончик, ну, выглядит симпатично. Не могу сказать, что это супер топ. Но я не могу сказать, что это плохо, как бы, для игры, которая находится всё-таки ещё в прибете. Это интересно. Пойдёмте попробуем кого-нибудь из них накумарить, скажем так, да? Опа, на, это что такое? О, ты могу подобрать? А как его подобрать, знать бы? Так, это он с колена бьёт. Ой, с ноги. Подожди, а как подобрать? Эй, тихо, тихо, дядя. На, ёжи. Ну, ух, как все лагают. Ой, как все лагают. Опа. Ну, пацаны, я не понял, вы чего? Вы чего, мужики? Вы мужи... Мужики... Вы просто напинали. Вы чего, дяденьки? Я думал, мы с вами фанимся. Так, ну что, я тогда беру мьёльнер в руки. Так, как мы там... Ой-ой-ой-ой, пацаны, 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 стопарь! Буду жим нафиг, я вас сейчас... Мужики, давайте поговорим. Давайте нормально. Ну, как бы, по-человечески пообщаемся. Ну, что это такое, блин? Ну, что я вам сделал-то? Так, давайте убегаем. Переключаемся на третий вид. То, что есть два вида, это от меня личный респект. Потому что, вы знаете, я люблю игры от третьего лица. На, держи! Я, блин, молот-тур... Эм... Эм... Ну, бывает, бывает, ничего страшного. Бывает, да, хорошо, хорошо, хотя бы так. Хорошо, хотя бы так, окей. Ладно, ребят, попробуем зайти второй раз. Посмотрим, что из этого получится. Это именно реально второй раз, когда он вылетает именно на вот этом вот ударе Тора. Я не знаю, почему. Окей, не будем его пробовать. Будем пробовать сейчас заходить в хаб. Кстати, надо было прочитать, что там пишут. Посмотрим, что есть в этом хабе. Потому что, как мы видим, игра еще... Ой, какая сыренькая, ё-моё. Ну, вообще... Я не понимаю, а чё? Чё опять пошло? Что опять начинается? Что за хаб... Это бот... Это, кстати, куча ботов, да, я так понимаю? Подожди, мужики... Мужики, ну давайте не надо, а? Ну, давайте вот без... Так, у меня опять есть молот Тора этот. Блин, ну мне его уже страшно использовать. А чё тут ночь такая темная? Блин, ну выглядит, кстати, прикольно. Смотрите. Не, ну выглядит красиво. Посмотри, они все встали в кулачный бой. Ну, шо, пацаны? Шо, пацаны? Подходи по одному, пацаны. Ну-ка. Подаль. Подаль. О, подаль. Блин, ну за трек вообще респект за музыку. А чё они умирают? Блин, ну их очень много. Блин, ну какая музыка классная. Давайте просто по локации пробежимся. Тут, кстати, возможно, сменяемое время дня и ночи. Поэтому пока непонятно. Здесь сейчас всё очень темно. То есть вот как вы сейчас ничего не видите, так же и я нихрена не вижу практически. Давайте ещё раз попробуем молотом Тора ударить, что будет в этом режиме. Во, ну выигр... Ох, как ярко-то! Блин, я аж это немножко... Меня ослепило, как будто я под флешкой. И чё, я теперь крутой, да? А я, правда, двигаться не могу. Опа. Блин, я после этого двигаться не могу, блядь. У-ху-ху-ху-ху-ху! Видели, как унесло, типа... Ой, дураки! Я же Тор, блин! Мне просто с кулаков мне накидали. Куда подошли? Да, пацаны тут тебе не дают, короче, вообще шансов, я так понял, да? Давайте ещё раз попробуем молот Тора. Я, кстати, читал про это в комментариях, в отзывах об этой игре. Опа, на, это что такое? Ага, я не знаю, как подбирать. Я не посмотрел настройки. Ой-ой-ой-ой! Блин, да чё у меня в какую-то яму за... Опа, спасибо, пацаны. Я читал в отзывах, они, кстати, очень негативные в Стиме. Из-за вот таких лагов, я так понимаю. И я читал, что здесь после удара, типа, вот Тора, вот этого вот, типа... Ух-то, нифига себе. Читал я, что после вот таких вот штук бывают, как бы, определённые проблемы. Ну, блин, ладно, хорошо, хорошо. Сейчас мы попробуем сделать это, в общем-то, в третий раз. Ну что, я предлагаю, в общем-то, попробовать перейти в третий режим. Здесь даже Локи есть, ничего себе. Тут получается, тебе и Один, и Локи, то есть все вот эти вот боги, которые в мифологии присутствуют викингов. Так, ага, мы опять сортанули на какую-то локацию, в какую-то каточку. И что-то мы можем... Это что за столбец такой? Опа, на. Это один какой-то щубрик на меня идёт. Ага, он, смотри, он блочен. Это боты, это боты по-любому. Опа, опа. Тихо-тихо-тихо-тихо, мужик, не надо. Да мужик. Да мужик, я тебя отпинаю. Опа. Опа. Нифига, двоих завалил я, короче. А здесь же можно как-то время замедлять, да? Они же говорили, на слоу-моу можно время замедлять. Ну ладно, я это не потестил, блин. Так, и получается, что я здесь один. То есть, пока я вообще не понимаю, в чём смысл игры. Если честно, вот. То есть, мы заходим. У нас есть сырая игра, которая вышла в стиме. И помимо того, что она как бы сырая, да? У нас даже нету никаких, я так понимаю, реальных режимов игры. Потому что, типа, один режим, где ты просто воюешь с кучей ботов на равнинах. Второй режим, это ты просто бег... Блин, ну музычка вообще топ. Второй режим, это где ты бегаешь по какой-то маленькой деревеньке, Так же с кучей ботов. И сейчас третий режим, это где мы бегаем просто так же, в общем-то... Я так понимаю, против ботов, возможно. Ну да, это боты. И мы просто, получается, пытаемся от этих ботов как-то там мансить, Воевать с ними, убивать их. Или они нас убивают. И, в общем-то, все на этом, да? То есть у нас есть три непонятных режима. Как играть с другими игроками, неясно. И как-то пока мне не очень понятно, для чего эта игра вышла сейчас, на данный момент. То есть если она находится в таком, как бы, раннем еще доступе, совсем, походу, раннем. Я вот этого не очень понимаю, потому что здесь изначально она... Блин, ну вот за музыку просто респект, конечно. По графике проблемы есть определенные, как вы видите, да? То есть вот у нас чувак даже, по-моему, не ходит на картах, а просто ползает, да? Просто плывет, скажем так. Локации сделаны, несомненно, красиво. Графика, в принципе, тоже как бы, ну, адекватная достаточно... Опа, она. Адекватная достаточно. Но для чего эту игру выпустили? Вот это вот не очень мне понятно, если честно, на данный момент времени. То есть вот мы просто бегаем, воюем, убиваем ботов. Здесь даже не указаны, как бы, клавиши, которые нам нужны, допустим, для того, чтобы вот подобрать вот эту вот штуку. На какую кнопку мы должны его подбирать? Неясно. Допустим, на E. На F он у нас бьет. На Q нельзя ничего подобрать. К сожалению, там... О! Это что такое? Это что такое? Это что было сейчас? Я притворился мертвым на X? Что? Ничего себе. Это что за тактика такая? Крысиного боя, что называется. То есть ты такой, хоп. О, пацаны, меня прибило. И такой, хоп, и начинаешь воевать. Интересная. Интересная задумка, конечно. Я даже не посмотрел, на самом деле, различные без бинды клавиш, поэтому... Так, а там вон двуручный меч какой-то, или топор, да? Что-то такое-то. Ну подожди, у нас был, в принципе, только... А, вот мьёльнер у нас есть. Ну что, ребят, готовы к еще одному сейчас пролагу, не? У нас есть мьёльнер. Я не понимаю, честно, за... Нифига он его разваливает? Ну вот это, конечно, угарно. Соряне отлетают просто люто, он в дерево улетел. Э-э, пацаны, пацаны, пацаны. И они спаунятся, спаунятся. Ну, держи. Э, в смысле? Так, я сейчас... Я вам молнию призову и опять... Я вас сейчас, знаете, как победю? Тем, что... Я просто из игры вылечу сейчас. Я вас именно этим победю, ребята. Победю, побежду вас. Опа. Что, шумно? На, держи. Блин, прикольно. Ну, как бы задумка игры-то интересная. То есть, если бы она уже была реализована в том плане, что мы бы могли играть именно непосредственно уже с другими игроками, бегать как-то, файтиться, возможно, это был бы какой-то батл-рояль, возможно, это было бы еще что-то подобное, потому что сейчас я пока просто в соло бегаю и разваливаю ботов. Вот, просто молотом Мьёльнира, этим молотом Тора, я просто силой Одина буквально я бегаю и разваливаю кабинет. И вообще, кстати, здесь, по идее, предыстория такая, что мы единственные выжившие в мире этих викингов, после какого-то там то ли апокалипсиса, там, то ли еще чего-то. То есть, что-то такое, короче. Что сейчас, в общем-то, можно поиметь с этой игры, вообще непонятно с этих трех режимов, если честно. Ну, вот единственный вот этот режим, который не вылетает у них. То есть, давайте посмотрим. Может быть, я что-то еще пропустил. Но пока здесь нет. Здесь просто про разработчиков есть опшен. И все, у нас реально вот три режима, которые, в принципе, давайте посмотрим, как он у нас время замедляет. Но я, если честно, вот честно вам скажу, ожидал большего. Потому что, понятно, есть лаги, понятно, есть все это. Вот, мы можем замедлять как-то время на среднюю кнопку мыши. Но как его замедлить, я что-то не очень понимаю. Он у нас просто... А, он его кидает, нифига. А как его подобрать теперь? Ой, дураки, дураки. О, нифига себе, видели? Вот, это прикольная штука. Смотрите. Ну, кто-то там улетел, дурак? Смотри, я кидаю, короче, молот. Не, подожди. А, ну-ка, 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 подожди. Вот, он его кидает, типа, видите? Ха-ха-ха, блин, вот это прикольно. Ха, вот это. Смотри, и я, типа, его выкинул, теперь мне нужно его обратно приманить. Я колесико на себя кручу. Оп. И мне мьёльнер мой прилетает. Блин, это крутая штука. Слушай, вот это реально прикольно. Это очень забавно. Так, блин, он меня выкинул. Давай. Ну, прилетай. Оп, прилетел. Да, и он их еще сбивает по дороге. Поняли, да, прикол? То есть он их еще сбивает по дороге. А почему это написано слоумо, типа? Это же... Ха-ха-ха. Оп, и давай откуда. Хоп. Мне нравится его. Смотри, выкидываешь, типа. И он потом, когда обратно прилетает, он их тоже пинает. Блин, только не всегда он попадает. Оп, сори, ребят. Кто-то там на канал подписался. Эть! Эть! Тихо! Пацаны, ну и чё там? Уже чё? Ой, чё, гаун их разваливает? Ну, пока еще, видите, баги со звуком есть. То есть такое. Боты эти сами по себе такие еще, как бы, деревянные. Но, в принципе, что я могу сказать сейчас по итогу? У этой игры есть определенный потенциал, да? То есть вот имея даже такие три режима, мы уже видим, что здесь, в принципе, есть какая-то графика, здесь есть какие-то задумки интересные. Вот кидать, допустим, этот молот. Вообще мне очень понравилось. Это прям очень круто. То, что она вылетает, ну да, как бы. Она пока еще находится в раннем-раннем каком-то супердоступе. И это тоже, как бы, ну не прикольно. Это именно вот... Тихо, я слышу тебя. Давай. Оп! И он так, хоп, обратно возвращается. Блин, ну это прикольно. Ну, иди сюда. Бам! Смотри, ну прикольно реализована физика. Смотри, когда типок отлетает. У него там всего-ка собочат. Подожди, ну-ка, стоп, мужик, покажись. Что у тебя с лицом? Покажись. Ух, какой грустный. Мя! Сейчас, на тебе, хер, улица. Бам, улетел. Ну, его видели в воздухе? Он там, во-во-во, весь там машется что-то. Все, убежал, пацан. Я здесь, дружи. Дружи, я здесь. Куда ты, дружи? Дружи, куда ты? Исчез. Нормально, все. Да ты еще жив, что ли? Ну, держи. Ну, вот в этом плане можно позабавляться. Но я так понимаю, возможно, эту игру выпустили для того, чтобы разработчикам было более понятно, над чем им нужно работать. Как мне кажется. Потому что, ну, вы сами видите, что сырость еще в игре очень большая. Но я, вроде как, всех ботов практически развалил. И можно на этом и заканчивать. Ну, графончик приятный. Выглядит вот это вот все. В принципе. Ты что, дурак? Ну, а, я опять его кидал. Полетелось. Во, блин, ну, кособочных прикольно. Ну, слушайте, ребят, что я могу сказать по поводу данной игры? Я, если честно, немножечко сейчас удивлен тому, что в этой игре вот такие вот три режима. То, что я, в принципе, вам хотел показать, из чего эта игра состоит в реальности. Да? А оказалось, что эта игра просто пока еще находится прям в какой-то ранней-ранней стадии разработки. Что мне понравилось по итогу? Симпатично выглядит графика. Особенно вот в этом режиме, где огромные секвой и красивый лес. Очень классное музыкальное сопровождение. Это прям топово. И вот эта интересная задумка с Мьёльниром, где можно его кидать. Вот это мне тоже очень понравилось. Из пока непонятных вещей, это то, почему такая деревянная физика у персонажей. То, во-первых, ну, понятно, лаги-баги это мы уже даже не берем, как бы, потому что, ну, понятно, что игра сырая. И главный вопрос, для чего эту игру было сейчас выпускать за деньги в таком формате полноценном, всего вот с тремя какими-то непонятными режимами с ботами, для меня не очень понятно. Напишите в комментариях, может быть, вы знаете, в чём здесь проблема, в чём дело, и что хотели тем самым показать разработчики. Потому что пока это всё выглядит очень-очень странно. Но, в любом случае, спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам игра. Делаем сразу скидочку на то, что она реально находится пока в таком, скажем, далеко не готовом виде. И, в общем-то, будем ждать, будем ждать, что с ней будет в дальнейшем. Потому что, если здесь будут какие-то действительно интересные механики и режимы, то это будет круто. На сегодня всё. Подписочку нажимайте, ставьте лайк. Увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!